Песни, пляски, хоровод. Жители домов по улице Литейной радости не скрывают. Веселятся на всю катушку. А вот и губернатор с руководителями Брянска и Бежицкого района подоспели. Постоять в стране, посмотреть на веселье властям не дали. Тут же вовлекли в хоровод. Ну а после традиционных хлеба, соли да улыбок радостных перешли к насущному. На новой детской площадке состоялся короткий импровизированный митинг. В прошлом году город Брянск получил 401 миллион рублей из федерального бюджета. Немного сделали мы дорог в городе Брянске. В этом году город Брянск получил 319 миллионов рублей, в том числе 225 миллионов на ремонт и обустройство дворовых территорий. И вот сегодня это одна из тех дворовых территорий, которые по партийному проекту реализованы. Глава региона отметил также, что одной дороги к дому мало. Необходима еще и парковка, игровая и спортивная площадки. С последними городские власти вопрос решили оперативно. За последний месяц 53 площадки наши чиновники по моему поручению сделали в Брянске. Это, конечно, мало. Но ни копейки денег бюджетных здесь не израсходовано. Вот это одна из них. Вот таких, чуть меньше, чуть больше, мы построили 53. И в этом году их построено 213. Никогда площадки такими темпами не строились. В этом году в городе запланировано отремонтировать 270 дворов. Большую часть задумки уже воплотили в жизнь. Привести в порядок осталось всего десяток дворовых территорий. Нельзя сказать, что это рамка какой-то программы. Мы понимаем, что многие дворы нам нужно сделать, и мы будем их делать. Вообще задача стоит, чтобы все дворы были, по крайней мере, не хуже, чем этот двор. Что касается благоустройства придворовых территорий, тут все чиновники единогласно поддержали инициативу губернатора. В обновленных дворах высаживать молодые деревца, чтобы потом получилась самая настоящая аллея со звучным названием «Аллея единства». Сказано, сделано. Вооружившись лопатами и лейками, Николай Денин с руководителями города и местными ребятами посадил несколько рябин. К слову, без жителей окрестных домов так уютно, как сейчас, здесь бы не было. Помогая строителям, они убирали мусор и чистили прилегающую территорию. Было очень плохо. Не было ни качелей, ни горки хорошие, ни песочницы. Ну, сейчас вы видите, очень красиво все стало, горки хорошие. Детям радость. Да, день двора на улице Литейной выдался физически активным. Распечатать закрытую площадку для мини-футбола областные и городские власти решили символическим введением мяча на поле, чем и открыли футбольный матч между дворовыми командами. После чего высоких гостей один из местных жителей пригласил к себе в гости на чай. Говорили обо всем. О том, что ухоженные дворы сплачивают, и такой ремонт пошел всем только во благо, и о том, что не порушить бы созданное. Кстати, местные свой микрорайон именуют Мексикой. Откуда пошло такое название, никто из Бежичан нам так и не ответил. Татьяна Глазова, Виталий Угримов, Александр Друсинов. События. Брянск.